Фазан. Описание. Фазан по своей сути является промысловой охотничьей птицей, которая относится к дедиким. Но сегодня все чаще некоторые породы можно встретить в простых хозяйствах. Привлекают дачников эти птицы своим привлекательным оригинальным внешним видом, высокими показателями яйценоски. Поражает своей красотой серебристый фазан. Создается ощущение, что ювелир пытался серебрить перо, но не закончил. Другие виды, наоборот, яркие и пестрые, даже режут глаза. Большим преимуществом разведения настоящих фазанов является вкусное мясо. Чтобы получить максимальную выгоду от фазанов в своем дворе, важно учитывать основные правила разведения этих птиц. Немного истории. С давних времен заядлые охотники рассказывают с восхищением об этой птице, как кричит фазан и как он выглядит. Родиной птицы является Юго-Восточная и Центральная Азия. Также определенные виды фазанов имеют ареалом проживания Европу, Италию, Россию и многие другие страны. Во многих штатах Америки выращивают фазанов, например, в Монтании. В средней полосе встретить фазан получится редко. В России чаще всего птица проживает в Закавказье и Северном Кавказе. Им нравятся долины около побережья рек или озер, чтобы рядом были участки с густой растительностью. На сегодняшний день фазан является излюбленным блюдом гурманов и самым желанным трофеем охотников. Сегодня не нужно обучаться охотничьему мастерству, чтобы попробовать мясо фазана. Большое число фермеров с успехом выращивает сородичи диких представителей в своих хозяйствах. Даже в условиях Московской области возможно разведение птиц этой породы. Важно! На российских фермах фазаны стали появляться до начала XIX века. Первые фермы, занимающиеся выращиванием этой птицы, располагались недалеко от Москвы и Петербурга. Разновидности фазанов Фазаны – это птицы, относящиеся к роду куриных, что разводятся и проживают в дикой природе. Достопримечательностью и особенностью этой птицы является и ее голос, характерный только для этого вида пернатых. У птицы есть несколько разновидностей, встречающихся только в природе, на них охотятся люди. Есть несколько редких особых пород фазанок, которые с успехом можно разводить в домашних условиях. Есть такие породы, которые живут только в этомниках и частных хозяйствах в качестве коллекционных экземпляров. Наиболее часто встречающиеся породы – непальский вид, серебряный фазан, японская порода, румынский фазан, зеленый фазан, кедзи, белый вид, крымский фазан, азиатская и алтайская порода, синий ушастый вид, тропоган, кавказский фазан, серебристый фазан, лимонная порода, фазан с войной и т.д. Фазан. Как выглядит фазан каждой породы, будет интересно узнать, так как они будут различаться по своему окрасу, месту обитания или отличительным признакам. Фазан обыкновенный по своему внешнему виду. Этот фазан сильно напоминает простую курицу, но при этом у них выделяется более длинный хвост. Вес птицы в среднем составляет около 1,1 кг. Оперение фазана яркое, желтого и оранжевого цвета. Чаще всего обыкновенный фазан в дикой природе встречается около водоемов, где отмечается густая растительность. Алмазный фазан свое название получил из-за яркого окраса пера. Эта порода считается одной из ярких и красивых представителей птицы. Хохолок имеет красный цвет, а спина и шея – зеленоватый оттенок. Иногда этого представителя называют зеленым фазаном, а живот отличается белым оперением. Вес алмазных фазанов может быть от 0,9 кг до 1,3 кг. Следует отметить, что размер самки меньше, чем самца. Курица фазана всегда меньше по истечении 6 месяцев птица начинает нестись. За один сезон она может снести около 30 яиц. Особенностью этой птицы является удивительное спокойствие – домашние особи очень скоро начинают спокойно идти на руки и легко переносят жизнь в вольере. Большой аргус – очень красивая порода фазанов, которая внешним видом сильно напоминает павлина. Эту птицу так и называют иногда – большой павлиний фазан. Свое название аргус получил за большую массу тела. Родиной птицы является Малайзия, где и обитают представленные представители куриных. Увидеть этих красивых представителей фазанов можно только в частных хозяйствах, так как растить их достаточно проблематично – в дикой природе они встречаются редко. Золотой фазан птицы отличается великолепным оперением, которое по своему внешнему виду и яркости очень сильно напоминает породу трагопан. Вес усобий достигает до 1,3 кг. Самой яркой приметой этой породы является желтый, почти золотой хохолок с черным ободком. Живот окрашен в бордовый цвет. Самки от самцов отличаются отсутствием хохолка. Отсутствует хохолок за один сезон – можно с каждой птицей получить около 45 яиц, но молодые особи могут снести только около 20. Птицеводы заметили, что если у птицы сразу забирать яйцо, то можно увеличить показатели яйценоскости. Минусом является очень слабый иммунитет – птицы очень легко могут заболевать, поэтому большая часть ветеринаров рекомендует в еду вводить антибиотик. Но, несмотря на слабый иммунитет золотистого фазана, птица легко переносит низкие температуры – минус 35, поэтому ее можно выращивать и в неотапливаемых помещениях. Охотничий фазан – это порода примечательна тем, что она выведена искусственно и является гибридом, что получил название «кавказский фазан». Чтобы вывести эту породу, скрестили несколько видов обыкновенного фазана. Длина тела может достигать до 85 см при весе до 1,9 кг. Самца отличаются ярким окрасом и длинным заостренным хвостом. Самки фазана этой породы выглядят намного скромнее. Еще одной отличительной особенностью является наличие мощных крупных ног со шпорами. На заметку, фазан охотничий имеет мясо очень приятного вкуса, в нем содержится мало холестерина. Это позволяет использовать мясо не только для людей, что сидят на диете, но и диабетикам. За три месяца самка может отложить до 60 яиц, но большинство из них будут оплодотворенными. Особенности разведения фазанов Несмотря на то, что фазан относится к виду курильных, уход за этой птицей будет отличаться и иметь свои особенности. В первую очередь требуется оборудование специального птичника. Лучшим вариантом станет постройка отдельного закрытого помещения и свободного вольера для прогулок. Важно! Допускается содержание отдельных особей фазанов в клетках, но при таких условиях следует ежедневно регулярно обеспечить прогулки. Закрытое помещение должно быть достаточно просторным, чтобы на каждую птицу приходилось около двух кварталов. М. Если планируется выращивать птицы на мясо, то можно уменьшить площадь до 0,5 квадратного метра на голову. Полы выстилаются речным писком и обильно покрываются соломой и измельченной травой. Также здесь должно быть достаточное количество тонких веточек и бревнышек, которые станут насестами. Большое внимание следует уделить организации вольеров. На одну усыпь должно приходиться около 10 кварталов. М. Для организации оградительных стен следует использовать плотную сетку, без капруна и зарубен, чтобы птица фаза не смогла себя травмировать. Так как по своей природе это дикая птица, то и необходимо периодически летать и расправлять крылья. Поэтому высота вольера должна составлять не менее полутора метра. На заметку. Следует предусмотреть дополнительный откидной навес, чтобы помочь птицам спрятаться от дождя и палящего солнца. Вольеры птичник для фазана должны располагаться в тихом спокойном месте, чтобы птицу никто не обеспокоил. В вольерах и помещениях для ночевки следует расположить кормушки, а также специальные ванны для купания. Это может быть зола или песок. В летнее время птица может содержаться на улице. В более холодный период фазанов переводят в отапливаемые вольеры. В зимнее время световой день продлевает до 16 часов искусственно. Важно! Содержать степных фазанов можно на улице намного дольше. Они могут находиться на улице период с февраля по сентябрь. Чтобы получить свое собственное потомство фазанов селят птиц семьями, которые состоят из одного самца до 2,5 лет и 3-4 самочек, не старше полутора лет. Во время гнездования и высиживания яиц разные семейства не должны пересекаться. Гнезда должны располагаться на снопах сена или в небольших кустарниках, что специально сажаются в углах вольера. Некоторые породы фазанов по своей природе выполняют откладку яиц только на деревьях, поэтому требуется для них развесить корзины, выполненные с природных материалов. Длительностью высиживания яиц для фазанов является срок 25-40 дней. Но после 20 дней естественного высиживания яйца лучше перенести в инкубатор, так как самки в неволе иногда начинают забывать про свое потомство, покидают гнезда или топчут яйца ногами. Лучше перенести в инкубатор. Дальше яйца помещают в инкубатор с температурой 37-38 и ос при влажности воздуха 55-80%. Это могут быть устройства для выведения других цыплят, курей, индейки, гусей. После появления птенцов их переносят в ящики, которые помещают в помещение с температурой 28 градусов. Важно, чтобы не получилось давки, следует на один квартал. М. Размещать не более 30 птенцов. Питание питания птенцов естественно отличается от рациона взрослых птиц семейства фазановых. Начинать кормить малышей стоит вареными яйцами с еленью, а также давать пить молочную сыворотку. Постепенно можно вводить питание малышам комбикорм для бройлерных цыплят. С пяти дня начинают давать обшенную кашу на молоке. Взрослый рацион в питание вводится двух месяцев. Каждые 100 грамм пищевой нормы должны содержать ячмей, пшену, кукурузу, жмых пшеницы и подсолнечника, отварные овощи, измельченную траву, костную и рыбную муку. Если закормление птицы все не съедают, то следует уменьшить разовый объем пищи. Вода должна быть всегда налита, чтобы птица могла пить на протяжении всех суток, а вот питаться птица должна в определенное время. В зимний период рекомендуется увеличить содержание рыбьего жира до 2 грамм. На каждую голову также добавляется измельченная скорлупа, витамины, яйца. Для повышения выживаемости молодняка следует регулярно давать птицам препараты ритамицина, пенициллина, биовита. Также для укрепления иммунитета фазанов следует регулярно растворять в воде препараты на основе витамина С. Важно! Фазаны очень любят лакомиться колорадским жуком, поэтому если их выпустить на посадки картофеля, то о борьбе с вредителем можно попросту забыть. Если животным не предоставляется свободный выгул летом, то в корм обязательно следует добавлять червей, жуков, а также зеленую траву. Достоинства и недостатки фазанов Разведение в хозяйстве фазанов для собственного использования или для частного бизнеса имеет ряд достоинств и недостатков. При правильном подходе любой минус можно устранить. Среди положительных сторон, которые можно причислить к достоинствам, следует отметить небольшое количество фермеров, что выращивают фазанов, которые могут стать конкурентами. Великолепный внешний вид стаи фазанов – вкусное и полезное диетическое мясо, которое пользуется большим спросом. Недостатки у такой птицы есть при начале выращивания. Потребуется вложить существенные суммы. В процессе выращивания может возникнуть Ряд сложностей по обеспечению кормлением и пространством для жизнедеятельности – высокая стоимость особей для покупки. Как видно, выращивание фазанов может быть связано с рядом сложностей. Но при правильном подходе к организации хозяйства, где в дальнейшем будут жить птицы и обеспечение им полноценного ухода можно получить Красивых птиц, которые будут радовать вкусным мясом и красивым внешним видом. Прежде, чем начать разводить подобную птицу, важно знать, сколько яиц откладывает этот вид, какие условия обитания необходимо обеспечить. Точка Субтитры создавал DimaTorzok